Неожиданное письмо. Вы приходите домой и видите, что прошла почта. Вы не ждете важных писем, но одно все же привлекает ваше внимание. Команда хочет узнать о вас получше. Вы открываете письмо любопытство. Это анкета от прогресса новой партии власти и ее цель сбор информации о гражданах. Первая страница уже заполнена. Ваше имя Алекс Уинстон. Вы в праке Сэм Уинстон. Ваши дети Чарльз Уинстон, 14 лет и Сьюзи Уинстон, 19. Что ж, думаете вы? Основные сведения у них есть. На остальные вопросы нужно ответить самостоятельно. Все они обязательны. Вопрос первый. Начав работать на новом месте, вы проявите дружелюбность и познакомитесь с новыми коллегами. Невыгодно приступите к работе, посмотрите новый офис или позвоните друзьям, чтобы поговорить о старой работе. Ну что, давайте поздороваемся со всеми и поздоровим, познакомимся. Вопрос второй. Коллега из другого отдела сказал вам, что забирает домой документы, содержащие конфиденциальную информацию. Один документ, в котором не было ничего важного, потерялся. Вы поможете коллеге просто это скрыть. Посоветите коллеге сообщить об этом, обещаете коллеге, что сохраните это в секрете или сразу сообщите об этом начальнику. Помочь скрыть это может быть опасно для нас обоих. Сотрудники целого отдела были уволены за низкую эффективность работы. Ваш начальник поставил новые задачи, которые гораздо сложнее предыдущих. Вы уйдете домой вовремя. Останетесь допоздна, чтобы успеть создать проект. Уйдете пораньше и отправитесь в паб, чтобы обсудить перемены с коллегами. Или уйдете с работы пораньше, чтобы пообщаться с семьей. Ну, уйдете с работы вовремя. Намечается ежегодная корпоративная поездка на природу, на которую пригласили вас и вашей семье. Вы? Мы в голову дадим. Давайте отдохнем с семьей и друзьями. За вашими плечами долгая, успешная карьера и вы на пороге пенсии. В вашей речи вы решите свои достижения и поделитесь воспоминаниями о годах работы. Скажите о плюсах и минусах. Ну, самое стандартное. Перечислим достижения и воспоминания. Воспоминания могут быть как плюсы, так и минусы. Свободное время. Либо отдохнуть в одиночестве, слушаю музыку или собираю модели. Идеальный отпуск для нас. Угу. Ну, давайте введем семей. В первую очередь государство должно обеспечивать... Счастье обеспечивает каждый сам себе. Обеспечивать свободу. Безопасно. Спасибо за сотрудничество. Погресс ценит ваше время. Вместе мы приведем в страну, к светлому будущему. Ну, а это мы еще посмотрим. Пошло еще три дня. Семейный день. Уже поздно. Сэм и дети пошли спать. Вы моете свою любимую чашку и вспоминаете, что купили ее в первую общую поездку с Сэм. Рисунок на чашке. Смешное лицо. Почти стерлось. Но все еще вызывает у вас улыбку. Стук в окно возвращает вас в реальность. В саду, сжимая ручку яркого, неланого, зеленого чемодана, с крайне обеспокоенно бидом стоит Крис. Двойняшка Сэм. Вы открываете дверь. Крис заходит и садится за кухонный стол. Крис глубоко вдыхает. «Извини, что я так поздно, Алекс», – бормочет Крис. «Но мне очень нужна помощь, и больше не к кому обратиться». «Досона, сестра-близняшка, наверное, в первую очередь стоит позвать Сэм. Ты в порядке?» «Позвать Сэма?» «Нет, не беспокойся, Сэм. Мне нужно поговорить с тобой. Две минуты, не больше». «Ты в курсе нового закона о капитале и собственности?» «Ну, я же работаю в новостях, Крис». Кулак Криса опускается на стол. «Хрень собачья. Они собирают всё, что хотят, а потом распределяют это так, как считают нужным. Ни у одного государства не должно быть столько власти. Поверить не могу, что им это сходит с рук. Это полный бред. Помоги мне!» «Как я могу помочь?» Крис утыкается взглядом в пол. «Слушай, я понимаю, что многое прошу, но мне нужно уложить у тебя паспорт». «Паспорт, зачем он тебе?» «Они уже начали собирать деньги у меня и половины этой чёртовой страны, но мне всегда говорили, что мы похожи, так что…» Крис говорит быстрее. «Мне нужно сваливать, пока не поздно. Я еду туда, когда мои деньги будут в безопасности. Ехать нужно сейчас, иначе они заморозят счета. Да, прошу, ты моя единственная надежда!» «Так, подожди, непонятно. Крис – это близняшка Сэм, поэтому, скорее всего, ей нужен паспорт Сэм, а не мой. Но должен быть другой выход, вряд ли всё так плохо». Крис застывает недоумение. «Ты вот шутишь сейчас, да? У тебя и Сэм всегда была моя полная поддержка! Я люблю твоих детей, как своих. Мы же семья!» «Видеть для тебя – это пустое дезислово!» «Ну, семья, конечно, семья, но почему ты не спросишь Сэму?» «Нет, это противозаконно, я не могу тебе помочь». «Ладно, как-нибудь справлюсь. А мне-то казалось, что семья в беде не бросает». Крис хватается за ручку своего яркого чемодана и уходит в ночь. «Вы возвращаетесь к раковине. Снова смотрите на кружку Сэма, но на этот раз лицо на кружке вызывает у вас беспокойство. От переживаний забудет живот». День восьмый. ...ну ли ещё будет? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова неделя восьмая последствия давай все настроим и начнем уже от у меня гости ждут ну для начала включим питание нужно подключить четыре нижних отлично затем реклама подойди к делу с умом все решения имеют свои последствия не так ли безумно не крем для кожи для сына и зименкой но дружку безопасно активисты прогресса такое себя как видишь нам наконец-то починили систему сводки новостей видеомикшер уже в режиме сводки так как с нее начинается выпуск все несложно дружище гляди на двух нижних кнопках на пульте появились буквы а и б с их помощью можно выбрать изображение а слева вот тут или изображение б справа тут все легко таймер покажет сколько секунд у тебя осталось чтобы все решить если успеешь вовремя то все отлично пока таймер не дошел до нуля думай сколько влезет но если не выберешь что тебя сразу же уволят пикнуть не успеешь и еще кое-что чувак в каком свете ты их покажешь так их и будут воспринимать зрители так что помни от тебя зависит их жизнь с рекламой также действуй с умом ну поехали удачи будет время я иду дженет сказала у них он перегрелся это дженет которая верит что собак свой тайный язык да которая боится луны внимание 10 секунд тогда она не самый лучший советчик если взорвется я не причем 5 4 3 добрый вечер с вами джереми дональдс сегодня в новостях направление неизвестно подошла к концу первая неделя прогресса у власти и нас интересует кто же там главный сегодня мы обсудим будущее с ведущим экономистом и радикальным свободным мыслителем закон о капитале сулит повышение уровня жизни большинству граждан и мы с моими гостями обсудим неужели это дорога к новому будущему давай старая римитон свист назначила софи римингтон исполнительным директор на следующем фото из нашего архива вы видите эту юную влиятельную активистку ставшую возрасте 23 лет самой молодой женщины на таком посту в истории софия римингтон всегда была особенной она была лучшей на потоке и с отличием закончила университет который ее сразу же пригласили преподавать рынок позитивно отреагировал на назначение софии акции выросли на 30 пунктов на первой пресс-конференции сегодня днем софия объявила о выпуске игрушки мистер обнимашка софия уверяет что продукт произведет фурор кождеству но уже есть мнение о небезопасности игрушки сенсация века отважные ученые доктор дэвид вон и морской биолог ингрид сворсборген хоргенсворд сегодня отправились на изучение дыры данных недавно открытая пещерная система считалась до этого недоступной но благодаря новым исследованиям в области фарда технологий пара надеется достичь огромной центральной пещеры и обнаружить внутри новые виды растений и это лишь одна недавняя вылазка из целого ряда успешных экспедиций этой необычной команды совместном заявлении возможных опасностях ученые сообщили нам предстоит преодолеть многие препятствия вместе как и всегда настоящий игрок слухи множатся после того как спортсмен джонни хэмсли вышел из клуба буш модного столичного заведения там футболист отмечал новый титул спортсмен года полученный им на прошлой неделе о чем уже сообщали вам ранее его застали в компании светской львицы и художницы тиффани лямор чей перформанс стальная хватка моей прихватки будоражит общественность уже какое-то время значит ли это что у звезд назревает роман и засилие насилие с новым радикальным подходом прогресса к преступности стоит ли нам беспокоиться в прямом эфире я пообщаюсь с людьми которые не понаслышке знакомы с системой правосудия полиция получает все больше полномочий о контроле за ней все меньше пора задуматься не достал ли прогресс пушку ради воробья все это и меган вул с группой молодых актеров которые на себе испытали положительный эффект нового закона о капитале мы посмотрим их выступления позже не пропустите сегодня вечерних новостях в свете быстрого принятия закона о капитале собственности мы поговорим о первой неделе прогресса у власти а также о будущем сегодня здесь кэти брайтман ведущий экономист страны и алан джеймс автор книги алан джеймс прав пробуждения свободного человека алан кажется правительство начало выполнять свои обещания и вносить изменения но как нам поможет закон о капитале никак джереми мы останемся рабами только в клетках покрасивее это сильное заявление кэти брайтман вы с этим согласны боюсь что не согласна я думаю что прогресс осознал что нынешняя экономическая система постоянного неуправляемого роста не состоятельно поэтому они меняют тактику тут я с вами согласен все это ступени их великого плана великий план а вот это есть моей книге алан джеймс прав джереми скоро мы станем великим старом тупым бесплодным старом подшим нужно или прогресс просто понял что если мы продолжим так себя вести то уничтожим и себя и планету в этой диме оргии потребления простите уж за метафор да оргии это подходящее слово только устроим ее не мы а наши владыки на наших же горбах я писал об этом валан джеймс и бесстыдная самореклама кэти как по-вашему остальной мир отреагирует на новую модель они наблюдают с опаской прогресс это самая большая угроза для великих держав с последней мировой войны кэти права война неизбежна спасибо это будет война которой мир еще не видел я говорю о миллионах смертей я говорю о новейшем оружии которое сметает города я говорю очередной теории заговора смейтесь сколько угодно джереми но когда убьют вашу родню отравит еду начнут промывать вам мозги посмотрим кому будет смешно это отличный способ продвижения книг алан но вы прекрасно знаете что при демократии так не бывает демократия мертва да прогресс радикален а перемены всегда пугают но правда в том что закон о капитале сделал более 90 процентов населения богаче и в скором времени он целиком и полностью решит вопрос нищеты херня джереми эта юная леди не понимает что люди у власти всегда одни и те же теперь они иначе называются но это просто уловка для нас чтобы отвлечь от нового тирана вы ошибаетесь алан подумайте сколько молодежи они привлекли на учат вы говорите привлекли я говорю совратили совратили целое поколение вместе весело шагать к вечному подчинению да они больные педопилы если исходить из фактов эти каков ваш прогноз думаю закон о капитале это только начало прогресс добился невиданного в истории профицита должным образом финансирует госслужбы выливает выделяет рекордные суммы на подъем уровня культуры и знания или как я это называю в книге на культ расширенного сознания типа на наркотики ясно давайте вернемся к нашей проблеме а вам это и есть проблема все же из-за воды в ней химикаты они отравляют воду с током внушения поймите меня правильно я не против перемен но только если они разумны если прогресс потеряет власть потратив половину ввп чтобы разрушить структуру это будет катастрофа в том что у них получается они хотели чтобы мы сидели и обсуждали это наше время подходит концу алан кратко каким вы видите будущее все плохо и все мы рабы в бездне анальной оккупации но еще бы эти мы на заре новой великой эпохи перемены необходимы но с осторожностью нужно идти вперед без иллюзий две совершенно разные картины будущего алан джеймс кэти брайтман спасибо что пришли и далее мы обсудим закон и порядок а мэган пообщается с теми чью жизнь улучшил новый закон не пропустите сегодня в наших вечерних новостях а ведь они не так уж и площадь как успехи как успехи я ненавижу новости но я обошел эту песню ладно все давай зашли вообще не понял она о чем тогда у нас есть то что нужно вам вам нужно что-то типа вазы или ваза или новый кактус чтобы первому не было скучно или это праздничное чудо лягушку или жабу дятлов крутой ананас или уточку праздничный слон у нас животные на все времена года безумный не не сделаешь но она хороша сам знаешь замолву словечка это все что я могу внимание 10 секунд 10 секунд еще раз услышу и 5 4 3 и снова здравствуй а сейчас мы детально рассмотрим как поддерживается закон и порядок в нашей стране прогресс уже поручил так называемой команде решений сделать это направление наиболее приоритетным сегодня в нашей рубрике мы пообщаемся с людьми каждый день жизни которых связан с системой уголовного правосудия первый наш гость грегори джадж юрист которому все эти проблемы знакомы не понаслышке меня слышно грегори отлично слышно джереми спасибо что позвал как там на передовой сурового лица холодные руки правосудия ну джереми думаю вы сами понимаете нам очень не хватает сотрудников мы работаем буквально не покладая рук а количество папок с делами все растет что наверняка сказывается на качестве работы да мы едва справляемся джереми дело в том что такие проблемы должны решаться на уровне системы нам нужна поддержка министров мы что ты делаешь нам необходимо изменение структуры целиком джереми не лучшее время как и всегда а не все время я иду к маме нет подожди немного это проблема не частный случай джереми о государстве подождите дай пять минут джереми дональдс ой расскажи ему о своей измене де буква Что ж, изменения в системе правосудия, об этом нужно подумать в первую очередь. Привет, мистер Дональдсон. Привет, с ну и мисси Джадж. Нам нужны... Необходимы законы, чтобы снять нагрузку с бюджетных учреждений и... Извините, что прерываю новости, мистер Дональдсон, но мне нужно пару секунд сказать мужу, что я ухожу. Конечно. Я все понимаю. Вот яркий пример того, чем завален юрист. Грегори Джадж. Спасибо, что были с нами. Грегори Джадж. Спасибо. Наш следующий гость, главный констебль Боб Пил. Человек с особым взглядом на преступность в нашей стране. Есть ли проблемы в системе, Боб? Да, это так, Джереми. Уверен, все мы хотим жить в такое время, когда можно спокойно прогуляться ночью, заглядывая в окна своих милых соседей и не боясь, что на вас выйдет бандит, вытаскивающий дубинку. Или нож. То есть вы считаете, что улицы небезопасны? Как так вышло, Боб? Ну, это очень сложный вопрос, Джереми. Но, думаю, виной всему моральное разложение. Мы лишились культуры и забыли, каково это, быть гражданами нашей великой страны. Да и на воскресной проповеди священник отметил, что не стоило отменять повешение. А что же привело к этому моральному разложению? Мусыгане, геи и иностранцы, конечно. Это из Библии. В Либите есть место, где... Один момент. Джереми, раб опять выбрался. Делия, ты не могла бы мне помочь, дорогая? Как я уже сказал, Иисус ведь не любил иммигрантов, не так ли? Давайте уточним. Вы думаете, что это именно иммигранты ответственны за моральное разложение? Ну да. Разумеется, Джереми. Полезай в ящик, Клайв. Лезь в ящик. Делия, мне очень нужна твоя помощь. О, прости, милый, я стерилизовала барсуков. Да, да, я тут с Джереми Дональдсом. Клайва, забери, пожалуйста. Клайв, ты же знаешь, сегодня средак. Давай, давай, иди на свое место. Кто должен инициировать изменения, Боб? Ну, это точно, нет, достойные, порядочные, белые люди. Дорогой, а где замок? Две секунды, пожалуйста. О, Клайв, так не пойдет. Плохой, плохой мальчик. Клайв, опять как в прошлый раз. Иди на свое место, мужа. Опять как в прошлый раз. Мамочка сказала тебе залезть обратно. Нет, нет, нет. Как я и говорил, Джереми, моральное разложение. Преступник должен быть наказан. И никак иначе. Ну, у всех есть темное прошлое, но мы же не будем вести себя как варвары, верно? Если моя дочь Элис получит в школе 5 с минусом, устроит она резню. Нет, она вывит свои таблетки и сядет под лестницу, как нормальный ребенок. Спасибо, Боб. Боб пил. Сегодня я расскажу позицию полиции относительно морали. И, наконец, сегодня, надеюсь, без проблем, посмотрим на проблему с другой стороны. Тони Доусон, освобожденный из тюрьмы. После трех лет заключения за нападение, ограбление и угрозы лебеди, он согласился дать комментарий. Кстати, в свой день рождения. Поздравляем вас, Тони. Спасибо, Джесс. Зови меня Тони Сиська-Дрочь. Меня так все зовут. Нет, я не буду этого делать. Расскажите лучше о жизни в тюрьме, Тони. Тони Сиська-Дрочь. Уэй! Ха, да как повезет. В целом неплохо, но приходится вечно бороться со всякой формализацией, сам понимаешь. И, конечно, Сиська-Дрочь там большая редкость. Кажется, вы там не один, Тони. Сиська-Дрочь. Уэй! Да, извини, друзья устроили мне сюрприз. Хорошие ребята. Ясно. Что ж, постараемся не задерживать вас слишком надолго. Позвольте спросить, как вы считаете, пребывание в тюрьме заставило вас исправиться, Тони? Тони, Сиська-Дрочь. Все не так уж просто, Джесс. Все не так уж просто, Джесс. Заходите! Такая постановка вопросов слишком все упрощает. Кажется, у вас там довольно весело, Тони, но... Давайте сосредоточимся. Выйдя из тюрьмы, вы смогли устроиться на работу. О, все пацаны на месте. Вот большой Крис, мелкий Крис и Крис-кровосос. Мелкий Крис и Крис-кровосос. Вот этот вот, да? Секунду, милая. Тони, Сиська-Дрочь, в новостях. Секунду, милая. Исправление при нашей системе маловероятно, Джесс. Она просто под это не заточена. Она имманентно несправедлива. Заходите! Итак, чувствуете ли вы, что... Прошу прощения, но кто там еще? Да ладно. Трехъяйцевый Крис пригласил мистера Анал Карнавал. Сиська-дрочь! Сиська-дрочь! Да, мы... Кажется, теряем сигнал, Тони. Нет, да ну нахер, Лав Больштас! Мы пытаемся вернуть сигнал обратно. Я думаю, мы... Да, Тони? Тони, связь призналась буквально на две секунды. Как это произошло, Тони? Не слышно? Что ж, кажется, мы упустили нить разговора. Надеемся, что наши зрители смогли улучшить свое понимание всей серьезности и сложности проблем судебной системы. После перерыва Меган пообщается с юными театральными талантами. Не переключайтесь. Мы вернемся после рекламы. Внимание, минуты эфира. Э, дружище, время не в обрез, а я в стельку. Следующий блок будет шутка музыки. Если смонтируешь видео так, то это будет видно на миксере. Зрители такое любят. Не парься, если не выйдет, тебя не накажут, то ты попытайся. Будет круто. Еще, как пошла музыка, гаси звук трансляции. Все, наслаждайся. Люблю музыку. А, я в ноль. Все, блядь, пойди что ли, поплевать. Ладно, я справлюсь. Уверена, он уже идет. Это просто вступление. У меня получится. Не подведи. Внимание все, 10 секунд. Крупно на Меган. Камера 2. Через 5, 4, 3. Бобрый вечер. Я Меган Волф. Сегодня в новостях культуры наши гости. Поразительные молодые люди из колледжа Скричфорд. Одни из первых, испытавшие положительное влияние закона о капитале. Прогресс выделил грант на показ их пьесы «Эй, дружба» в наших местных средних школах. Добро пожаловать. Начнем с вас. Гарриет и Шарлотта Уин Стэнли Дэш Хэмилтон. Вы должно быть в восторге. Ну да, Меган. В голове не укладывается. Полагаю, вы двое сестры, верно? Да, Шарлотта, моя старшая сестры. Я старшая и более популярная. Шутка. Гарриет и Трей были теми, кто придумал всю эту идею. Да, Гарри и я валяли дурака в столовой. И тут я говорю «Эй, может сделать что-то стоящее?» И я пошла к преподавательнице театра. Но бюджет урезали и ее уволили. К счастью, студентам я ставил пантомиму. Так что я на этом буквально собаку съел. Да, но вы же учитель математики, верно? Да, это так. Джефф Алгебра, учитель математики. Математика — это очень важно. Спасибо, Стив. Математика — это важно. Так же, как и театр. Это одна из древнейших форм искусства. Я считаю, что тур по всем этим проблемным школам позволит бедным детишкам подумать «Хей, я хочу быть, как эти молодые красавцы». И это очень важное и достойное дело. Мы трогаем наших зрителей, а они трогают нас. Понимаете, с такой фамилией, как Алгебра, было нетрудно решить, кем работать. Моя жена Анжела и я... Мы часто смеемся вот этим. Анжела Алгебра? Да. Мы просто хотим дарить частички счастья и музыки всем вокруг. И рассказать о действительно проблемных вопросах. В пьесе мы поднимаем очень важные темы. Значит, сегодня вы покажете нам фрагмент из нее, верно? Да. Именно. Если кратко, я играю девятиклассницу, у которой проблемы в школе. Кстати, это персонаж без имени, да? Потому что все мы немного, как она. Это типа метафора. Может, она это зрители, или может, она это вы, Меган? Математика — это важно. Спасибо, Стив. Вас понял. Да, спасибо, Стив. Ладно, я пообщаюсь с вашим учителем, пока вы готовитесь. Прямо не терпится. Да, вам туда. Итак, Джефф, когда вы узнали об этом гранде? Два дня назад. В нашу школу пришло письмо от Прогресса. И сначала директор подумал, что все это розыгрыш. Но потом секретарь достал письмо из мусорки и принес мне. Ого, и что вы сделали? Я его тоже сразу выбросил. Но потом Гарри и Тетрей его вытащили, позвонили по телефону, который был там указан. И вот мы уже едем в тур. Ого, кажется, теперь понятно, за кого вы будете голосовать. Знаете, это забавно, ведь мы с Анжелой не ходим на выборы. Мы не любим вникать в политику. Я математик, знаете ли? Она в основном паралитик. Но раньше мы постоянно смотрели шоу Питера Клемента «Сделай сам». И тут подумали, а почему бы и нет? Эта демократия интересная штука. Это демократия интересная штука. Ясно. И вот мы здесь. Здорово. Просто охерительно. Что ж, давайте посмотрим фрагмент пьесы «Эй, дружба». Эй, 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 дружба. Дорогой дневник. Еще один день в этой школе. Еще один день в этой школе. День полный слез. Слез. День полный страха. 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 Жу по коридорам одна. Одна. В ужасе от того, что может поджидать за углом. Что за углом? Что за углом? Что за углом? Что за углом? О, привет, Гарри. О, боги, нет. Это Гарри Кулак. Гарри Кулак. Гарри Кулак. Торопишься куда-то, салага? Отлично. Я все утро искал кого-то, над кем можно поиздеваться. Но поможет ли это отогнать мысли о моем жестоком отце? Жестоком отце. Извини, я опаздываю на математику. Это мой любимый предмет. И очень важный. Цифры для лохов. Что? Цифры для лохов. Рука застряла. Продолжай, хер ли ты стоишь? Ладно. Цифры для лохов. Гони свои деньги на обед. Я поем сегодня дважды. Но почему же я счастлив только когда ем? Не сегодня, Гарри Кулак. Не сегодня. В смысле не сегодня? Ты кто? Рука пролезла. Супер, дальше. Да, ты кто такая, чтобы перечить мне? Я Гарри Кулак. А ты всего лишь одинокая малявка, у которой два папы-гея. Жалкое зрелище. А тут ты не прав, Гарри Кулак. У меня есть два новых друга. Ванесса, капитан команды по нитболу. Да. А у Блейка есть мотоцикл. Да. Но... Но... Я не смогу драться с вами тремя. И у меня совсем нет друзей. И у меня совсем нет друзей. На меня взгляни. Посмотри мне в глаза. Я — это ты. Она — это ты. А ты — это я. Или может быть я. Жизнь можно круто прожить, Если командой нам быть. Я сам решил, что плохой. Постой-ка. Думай головой. Слушай голос сердца свой. А ну слушай сюда, да ты не ослеп. Девчонки средних классов читают рэп. Ты думаешь, сейчас я ее не люблю, Но я крутая бунтарка и математику люблю. Меня называют Гарри Кулаком. Люди считают меня тупым слабаком. Но они бы считали иначе, Если бы знали, как я стал Гарри Кулаком. Я вырос в муниципальном жилье. И как вы догадались, у нас не было портье. Мой отец приходил домой поздно, И часто был бухой. И поднимал на маму руку, Если ужин был плохой. Где мой ужин, женщина? Он не готов. Где мой ужин, женщина? Упс. Не заставляй повторять. Пить женщин плохо. Пить женщин плохо. Жизнь в общаге полный отстой. 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 Жизнь можно плохо прожить. Yeah, yeah, yeah. Если командой нам мы. Работай командой. Ты сам решил, что плохой. Я сам решил. Постой-то. Думай головой. Слушай голос сердца свой. Дружба! Да! Дружба! Боже! Вот так! Боже! Вот так! Что ж, к счастью, этот выпуск сегодняшних вечерних новостей подошел к концу. Присоединяйтесь к нам завтра, чтобы узнать самые свежие новости. С вами был Джереми Дональдсон. Хорошего вам вечера. И снято! Ой, это было супер! Что это была за херня? А думается, это искусство. Мне думается, что у меня, конечно, член. Но это не так. Я тоже самое думаю про свою зарплату. Дружба! Уберите уже этих мудаков из моей истории. Новейший чип с человеческим голосом не даст заскучать вашим детям. Если я буду счастлив, с такой ничего не случится. А его невероятно реалистичные глаза. Надеюсь, твои мама и папа не погибнут в пожаре. Поэтому, мистер Обнимашка, это желанный подарок вашим детям. У всех остальных он есть. Так и есть, радость моя. Ты же не хочешь быть не как все? Я люблю только тех, у кого есть я. О, мистер Обнимашка, ты такой глупыш. Пожар! Мистер Обнимашка, еще в магазинах, но почти распродан. Ну, да. Выхлепная цензура. Совсем без помех. Монтаж был ужасен. Ну, да. Единичное опоздание рекламы. Как можно и лучше. Концепы рекламы совсем забыла. Привет. Магазин снова открыли? Обожаю сряный шопинг. Это... Извини. Плажный день, знаешь ли. Ладно, гляди. Вот только у тебя денег. Чем лучше эфир, тем больше заплатят. Платки помогут сориентироваться. Что здесь нет? Можно чинить всякие штуки, улучшать всякие штуки. Можно покупать ништяки для студии. И последнее, что нужно знать. Если хочешь что-то купить, просто нажми на это и... Па-бам! А у вас врета нет. Совсем. Так что... Совершай покупки с умом. Не будь как Дэйв. А-а-а... 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 Где можно взять себя спутник? Любую. А-а-а-а... Пускай любви что-то что-то дает. И почему она такая дешевая? Вон, пока ничего покупать не будем. Давайте посмотрим, как она вся прошла. Поздравляем телепрограмму канала Первый на сегодня. Вечер начнется с подборки лучших моментов шоу Питера Клемента «Просто работа», который напомнит нам, как наш новый премьер-министр впервые обрел славу. Затем в 21.00 эксклюзивное интервью с бывшим премьер-министром Джейкобом Гамильтоном Маном в программе «Сила в правде». Это я точно не пропущу. И, наконец, в 22.00 ненадолго уйдите от реальности за просмотром нового боевика Лоуренса Бландер-Клетча «Человек-пуля». После фильма в 0.15 вас ждет прогноз погоды. Но сначала – вечерние новости с Джереми Дональдсоном. Добрый вечер! С вами Джереми Дональдсон. Сегодня в новостях. Направление неизвестно. Подошла к концу первая неделя прогресса у власти и нас интересует, кто же там главный. Сегодня мы обсудим будущее с ведущим экономистом и радикальным свободным мыслителем. Закон о капитале сулит повышение уровня жизни большинству граждан. И мы с моими гостями обсудим, неужели это дорога к новому будущему. Давай, старая! Риммингтон Свист назначила Софию Риммингтон исполнительным директором. На следующем фото из нашего архива. Вы видите эту юную и влиятельную активистку, ставшую в возрасте 23 лет. Самой молодой женщиной на таком посту в истории. София Риммингтон всегда была особенной. Она была лучшей на потоке и с отличием закончила университет, в которую ее сразу же пригласили преподавать. Рынок позитивно отреагировал на назначение Софии. Акции выросли на 30 пунктов. На первой пресс-конференции, сегодня днем, София объявила о выпуске игрушки «Мистер Обнимайшка». София уверяет, что продукт произведет фурор кождеству. Но уже есть мнение о небезопасности игрушки. Сенсация века. Отважные ученые доктор Дэвид Вонг и морской биолог Ингрид Сворсборген-Хорген-Сворд сегодня отправились на изучение дыры данных. Недавно открытая пещерная система считалась до этого недоступной. Но благодаря новым исследованиям в области фардовых технологий, пара надеется достичь огромной центральной пещеры и обнаружить внутри новые виды растений. И это лишь одна недавняя вылазка из целого ряда успешных экспедиций этой необычной команды. В совместном заявлении о возможных опасностях ученые сообщили, нам предстоит преодолеть многие препятствия вместе, как и всегда. Настоящий игрок. Слухи множатся после того, как спортсмен Джонни Хемсливс вышел из клуба «Буш», модного столичного заведения. Там футболист отмечал новый титул «Спортсмен года», полученный им на прошлой неделе. О чем мы уже сообщали вам ранее. Его застали в компании светской львицы и художницы Тиффани Ламор, чей перформанс «Стальная хватка моей прихватки» будоражит общественность уже какое-то время. Значит ли это, что у звезд назревает роман? И засилие насилия. С новым радикальным подходом прогресса к преступности стоит ли нам беспокоиться? В прямом эфире я пообщаюсь с людьми, которые не понаслышке знакомы, с системой правосудия. Полиция получает все больше полномочий, а контроля за ней все меньше. Пора задуматься, не достал ли прогресс пушку ради воробья. Все это и Меган Вулл с группой молодых актеров, которые на себе испытали положительный эффект нового закона о капитале. Мы посмотрим их выступления позже. Не пропустите сегодня в вечерних новостях. Субтитры создавал DimaTorzok В свете быстрого принятия закона о капитале и собственности мы поговорим о первой неделе прогресса у власти, а также о будущем. Сегодня здесь Кэти Брайтман, ведущая экономист страны, и Алан Джеймс, автор книги «Алан Джеймс. Прав. Пробуждение свободного человека». Алан, кажется, правительство начало выполнять свои обещания и вносить изменения. Но как нам поможет закон о капитале? Никак, Джереми. Мы останемся рабами, только в клетках покрасивее. Это сильное заявление. Кэти Брайтман, вы с этим согласны? Боюсь, что не согласна. Я думаю, что прогресс осознал, что нынешняя экономическая система постоянного неуправляемого роста несостоятельна, поэтому они меняют тактику. Тут я с вами согласен. Все это ступени их великого плана. Великий план, Алан? Это есть в моей книге. Алан Джеймс прав, Джереми. Скоро мы станем великим стадом. Тупым, бесплодным стадом. Вот что им нужно. Или прогресс просто понял, что если мы продолжим так себя вести, то уничтожим и себя, и планету в этой дикой оргии потребления. Простите уж за метафору. Да, оргии — это подходящее слово. Только устроим ее не мы, а наши владыки на наших же горбах. Я писал об этом в Алан Джеймс... И бесстыдная самореклама. Кэти, как по-вашему, остальной мир отреагирует на новую модель? Они наблюдают с опаской. Прогресс — это самая большая угроза для великих держав с последней мировой войны. Да, Кэти права. Война неизбежна. Спасибо, но это не то что... И это будет война, которой мир еще не видел. Я говорю о миллионах смертей. Я говорю о новейшем оружии, которое сметает города. Я говорю... Об очередной теории заговора? Смеетесь сколько угодно, Джереми. Но когда убьют вашу родню, отравят еду, начнут промывать вам мозги, посмотрим, кому будет смешно. Это отличный способ продвижения книг, Аллан. Но вы прекрасно знаете, что при демократии так не бывает. Демократия мертва. Да, прогресс радикален, а перемены всегда пугают. Но правда в том, что закон о капитале сделал более 90% населения богаче. И в скором времени он целиком и полностью решит вопрос нищеты. Джереми, эта юная леди не понимает, что люди у власти всегда одни и те же. Теперь они иначе называются. Но это просто уловка для нас, чтобы отвлечь от нового тирана. Вы ошибаетесь, Аллан. Подумайте, сколько молодежи они привлекли на участие. Вы говорите, привлекли. Я говорю, совратили. Совратили целое поколение. Вместе. Весело шагать к вечному подчинению. Да, они больные педофилы. Если исходить из фактов. Кэти, каков ваш прогноз? Думаю, закон о капитале это только начало. Прогресс добился невиданного в истории профицита. Должным образом финансирует госслужбы. Выливает, выделяет рекордные суммы на подъем уровня культуры и знания. Или, как я это называю в книге, на культ расширенного сознания. Типа, на наркотики. Ясно? Давайте вернемся к нашей проблеме, Аллан. Это и есть проблема. Все же из-за воды. В ней химикаты. Они отравляют воду с током внушения. Поймите меня правильно. Я не против перемен, но только если они разумны. Если прогресс потеряет власть, потратив половину ВВП, чтобы разрушить инфраструктуру, это будет катастрофой. Катастрофа в том, что у них получается. Они хотели, чтобы мы сидели и обсуждали это. Наше время подходит к концу. Аллан, вкратце, каким вы видите будущее? Все плохо. И все мы рабы в безднеанальной оккупации. Ну еще бы. Кэти? Мы на заре новой великой эпохи. Перемены необходимы, но с осторожностью. Нужно идти вперед, но без иллюзий. Две совершенно разные картины будущего. Аллан Джеймс, Кэти Брайтман. Спасибо, что пришли. И далее. Мы обсудим закон и порядок, а Меган пообщается с теми, чью жизнь улучшил новый закон. Не пропустите. Сегодня. В наших вечерних новостях. Ошеломляющее оформление и елочные игрушки от Безумного Нила. Итак, вы купили самую лучшую елку, какую только смогли найти. И хотите украсить ее самыми охренительными елочными игрушками. Для вас у нас есть чумовой рождественский кактус. Вам это знакомо? Украшать больше нечего, но вы все еще хотите, чтобы дома взорвалась рождественская бомба? Тогда у нас есть то, что нужно вам. Вам нужно что-то типа вазы или ваза. Или новый кактус, чтобы первому не было скучно. Или это. Праздничную чудо-лягушку. Или жабу. Дятлов. Крутой ананас. Или уточку. Праздничный слон. У нас животные на все времена года. Безумный Нил пришел и купил. Это распродажа вещей, которые вторая жена Нила оставила, как оставила своих детей. Это радуга безумного фана. Не будь дебилом. Купи у Нила. Отличные скидки без накидки. И снова здравствуйте. А сейчас мы детально рассмотрим, как поддерживается закон и порядок в нашей стране. Прогресс уже поручил так называемой команде решений сделать это направление наиболее приоритетным. Сегодня в нашей рубрике мы пообщаемся с людьми, каждый день жизни которых связан с системой уголовного правосудия. Первый наш гость Грегори Джадж, юрист, которому все эти проблемы знакомы не понаслышке. Меня слышно, Грегори? Отлично слышно, Джереми. Спасибо, что позвал. Как там на передовой сурового лица холодные руки правосудия? Ну, Джереми, думаю, вы сами понимаете. Нам очень не хватает сотрудников. Мы работаем буквально не покладая рук, а количество папок с делами все растет. Что наверняка сказывается на качестве работы. О, да мы едва справляемся, Джереми. Дело в том, что такие проблемы должны решаться на уровне системы. Брэ. Нам нужна поддержка министров, мы... Хелин, я... Что ты делаешь? Нам необходимы изменения структуры целиком, Джереми. Я ухожу. Не лучшее время. Как и всегда. Я еду к маме. Нет, подожди, немного. Это проблема не частный случай, Джереми, а государственный. Да, подожди ты, дай пять минут, тут Джереми Дональдсон. Ой, расскажи ему о своей измене. Да не был... Что ж, изменения в системе правосудия, об этом нужно подумать в первую очередь. Привет, мистер Дональдсон. Приветствую, миссис Джадж. Нам нужны... необходимы законы, чтобы снять нагрузку с бюджетных учреждений и... Извините, что прерываю новости, мистер Дональдсон, но мне нужно пару секунд сказать мужу, что я ухожу. Конечно, я все понимаю. Вот яркий пример того, чем завалены юристы. Грегори Джадж, спасибо, что были с нами. Наш следующий гость, главный констебль Боб Пил. Человек с особым взглядом на преступность в нашей стране. Есть ли проблемы в системе, Боб? Да, это так, Джереми. Уверен, все мы хотим жить в такое время, когда можно спокойно прогуляться ночью, заглядывая в окна своих милых соседей и не боясь, что на вас выйдет бандит, вытаскивающий дубинку или нож. То есть, вы считаете, что улица небезопасна? Как так вышло, Боб? Ну, это очень сложный вопрос, Джереми. Но, думаю, виной всему моральное разложение. Мы лишились культуры и забыли, каково это, быть гражданами нашей великой страны. Да и на воскресной проповеди священник отметил, что не стоило отменять повешение. А что же привело к этому моральному разложению? ящик, Делия, мне очень нужна твоя помощь. О, прости, милый, я стерилизовала барсуков. Да-да, я тут с Джереми Дональдсоном. Клайва, загони, пожалуйста. Клайв, ты же знаешь, сегодня следа. Давай, давай, иди на свое место. Кто должен инициировать изменения, Боб? Ну, это точно не достойные, порядочные, белые люди. Дорогой, а где замок? Две секунды, пожалуйста. О, Клайв, так не пойдет. Плохой, плохой мальчик. Мамочка, Клайв, опять как в прошлый раз. Ну же, мамочка сказала тебе залезть обратно. Нет, нет, как я и говорил, Джереми, моральное разложение. Преступник должен быть наказан. И никак иначе. Ну, у всех есть темное прошлое, но мы же не будем вести себя как варвары, верно? Если моя дочь Элис получит школу и пять с минусом, устроит она резню. Нет, она выбьет свои таблетки и сядет под лестницу, как нормальный ребенок. Спасибо, Боб. Боб пил. Сегодня раскрыл позицию полиции, относительно морали. И, наконец, сегодня, надеюсь, без проблем, посмотрим на проблему с другой стороны. Тони Доусон, освобожденный из тюрьмы после трех лет заключения за нападение, ограбление и угрозы лебедю. Он согласился дать комментарий. Кстати, в свой день рождения. Поздравляем вас, Тони. Спасибо, Джесс. Зови меня Тони. Меня так все зовут. Нет, я не буду этого делать. Расскажите лучше о жизни в тюрьме, Тони. Тони. Да как повезет. В целом, неплохо, но приходится вечно бороться со всякой формализацией, сам понимаешь. И, конечно, большая редкость. Кажется, вы там не один, Тони. Да, извини, друзья устроили мне сюрприз. Хорошие ребята. Ясно. Что ж, постараемся не задерживать вас слишком надолго. Позвольте спросить, как вы считаете, пребывание в тюрьме заставило вас исправиться, Тони? Тони! Все не так уж просто, Джесс. Заходите! Такая постановка вопросов слишком все упрощает. Кажется, у вас там довольно весело, Тони, но давайте сосредоточимся. Выйдя из тюрьмы, вы смогли устроиться на работу. О, все пацаны на месте. Вот большой Крис, мелкий Крис. И Крис Кровосос. Вот этот вот, да? Секунду, милая, Тони в новостях. Исправление при нашей системе маловероятно, Джесс. Она просто под это не заточена. Она имманентно несправедлива. Заходите! Итак, чувствуете ли вы, что... Прошу прощения, но кто там еще? Да ладно! Трех яйцевый Крисик пригласил мистера Аб***к в карнавал! В новостях. Кажется... Кажется, сейчас неподходящее время. Ути наш дровяк! Не слышу, брат, тут много народу. Боже мой! Да, мы... Кажется, теряем сигнал, Тони. Да ну нахуй, парень штас! Мы пытаемся вернуть сигнал обратно. Я думаю, мы... Да? Тони? Тони! Сдать призывалась буквально на 2 секунды! Как это произошло, Тони? Не слышно? Что ж, кажется, мы упустили нить разговора. Надеемся, что наши зрители смогли улучшить свое понимание всей серьезности и сложности проблем судебной системы. После перерыва Меган пообщается с юными театральными талантами. Не переключайтесь. Мы вернемся после рекламы. Зачем укреплять свое тело, если можно укрепить свое лицо? Вы достойны лучшего. Поэтому новая формула быстро удалит химикаты из вашей кожи. Соль вытягивает дегидроген моноксид прямо из ваших пор, делая кожу хрупкой и тонкой. Такой, о какой вы всегда мечтали. Новый Жюри Кашон наполнит силой жизни вашу кожу. 41% опрошенных женщин сообщили, что без ума отшелушение. И 7 из 10 стоматологов его рекомендуют. Жюри Кашон. Ведь мы так сказали. Жюри Кашон. Бобрый вечер. Я Меган Уолф. Сегодня в новостях культуры наши гости. Поразительные молодые люди из колледжа Скричфорд. Одни из первых, испытавшие положительное влияние закона о капитале. Прогресс выделил грант на показ их пьесы «Эй, дружба» в наших местных средних школах. Добро пожаловать. Начнем с вас. Гарриет и Шарлотта Уин Стэнли Дэш Хэмильтон. Вы должны быть в восторге. О да, Меган. В голове не укладывается. Полагаю, вы двое сестры, верно? Да, Шарлотта моя старшая сестр... Я старшая и более популярная шутка. Гарриет и Трей были теми, кто придумал всю эту идею. Да, Гарри и я валяли дурака в столовой. И тут я говорю «Эй, может сделать что-то стоящее?» И я пошла к преподавательнице театра. Но бюджет урезали и ее уволили. К счастью, студентам я ставил пантомиму. Так что я на этом буквально собаку съел. Да, но вы же учитель математики, верно? Да, это так. Джефф Алгебра, учитель математики. Математика — это очень важно. О, спасибо, Стив. Математика — это важно. Так же, как и театр. Это одна из древнейших форм искусства. Я считаю, что тур по всем этим проблемным школам позволит бедным детишкам подумать «Хей, я хочу быть, как эти молодые красавцы». И это очень важное и достойное дело. Мы трогаем наших зрителей, а они трогают нас. Понимаете, с такой фамилией, как Алгебра, было нетрудно решить, кем работать. Моя жена Анжела и я... Мы часто смеемся вот этим. Анжела Алгебра? Да. Мы просто хотим дарить частички счастья и музыки всем вокруг. И рассказать о действительно проблемных вопросах. В пьесе мы поднимаем очень важные темы. Значит, сегодня вы покажете нам фрагмент из нее, верно? Да. Именно. Если кратко, я играю девятиклассницу, у которой проблемы в школе. Кстати, это персонаж без имени, да? Потому что все мы немного, как она. Это типа метафора. Может, она это зрители, или может, она это вы, Меган? Математика – это важно. Спасибо, Стив. Вас понял. Да, спасибо, Стив. Ладно, я пообщаюсь с вашим учителем, пока вы готовитесь. Прямо не терпится. Да, вам туда. Итак, Джефф, когда вы узнали об этом гранде? Два дня назад. В нашу школу пришло письмо от Прогресса. И сначала директор подумал, что все это розыгрыш. Но потом секретарь достал письмо из мусорки и принес мне. Ого, и что вы сделали? Я его тоже сразу выбросил. Но потом Гарри и Тетрей его вытащили, позвонили по телефону, который был там указан. И вот мы уже едем в тур. Ого, кажется, теперь понятно, за кого вы будете голосовать. Знаете, это забавно, ведь мы с Анжелой не ходим на выборы. Мы не любим вникать в политику. Я математик, знаете ли. Она в основном паралитик. Но раньше мы постоянно смотрели шоу Питера Клемента «Сделай сам». И тут подумали, а почему мы нет? Эта демократия интересная штука. Ясно. И вот мы здесь. Здорово. Проб... Давайте посмотрим фрагмент пьесы «Эй, дружба». Эй, 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 дружа Дорогой дневник, еще один день в этой школе День полный слез Слез День полный страха Страха Хожу по коридорам одна Одна В ужасе от того, что может поджидать за углом Что за углом? Что за углом? Что за углом? О, привет, Гарри О, боги, нет, это Гарри Кулак Гарри Кулак Торопишься куда-то, салага? Отлично, я все утро искал кого-то, над кем можно поиздеваться Но поможет ли это отогнать мысли о моем жестоком отце? Жестоком отце Извини, я опаздываю на математику Это мой любимый предмет И очень важный Цифры для лохов Что? Цифры для лохов Рука застряла Продолжай, где ты стоишь Ладно, цифры для лохов Гони свои деньги на обед Я поем сегодня дважды Ну почему же я счастлив только когда ем? Не сегодня, Гарри Кулак В смысле не сегодня? Ты кто? О, рука пролезла! Супер, дальше! А, да Ты кто такая, чтобы перечить мне? Я Гарри Кулак А ты всего лишь одинокая малявка У которой два папы гея Жалкое зрелище А тут ты не прав, Гарри Кулак У меня есть два новых друга Ванесса, капитан команды по нитболу Да! А у Блейка есть мотоцикл Да Но Но Я не смогу драться с вами тремя И у меня совсем нет друзей На меня взгляни Посмотри мне в глаза Я это ты Она это ты А ты это я Или может быть я Жизнь можно круто прожить Если командой нам быть Я сам решил, что плохой Постой-ка Думай головой Слушай голос Сердце свой А ну слушай сюда Да ты не ослеп Девчонки средних классов Читают рэп Ты думаешь сейчас Я ее не люблю Но я крутая бунтарка И математику люблю Меня называют Гарри Кулаком Люди считают меня Тупым слабаком Но они бы считали иначе Если бы знали Как я стал Гарри Кулаком Я вырос в муниципальном жилье И как вы догадались У нас не было портье Мой отец приходил домой поздно И часто был бухой И поднимал на маму руку Если ужин был плохой Где мой ужин, женщина? Он не готов Где мой ужин, женщина? Упс Не заставляй повторять Бить женщин плохо Жизнь в общаге Полный отстой 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 Жизнь можно круто прожить Если командой нам мы Ты сам решил, что плохой Постой-ка Думай головой Слушай голос сердца свой Дружба! Да! Боже! Вот так! Что ж, к счастью, этот выпуск Сегодняшних вечерних новостей подошел к концу Присоединяйтесь к нам завтра Чтобы узнать самые свежие новости С вами был Джереми Дональдсон Хорошего вам вечера И снято! Ой, это было супер! Упс Дети, вы их любите, мы их любим А они просто обожают Мистера Обнимашку! Да! Новейший чип с человеческим голосом Не даст заскучать вашим детям Если я буду счастлив, с тобой ничего не случится А его невероятно реалистичные глаза Надеюсь, твои мама и папа не погибнут в пожаре Поэтому, мистер Обнимашка, это желанный подарок вашим детям У всех остальных он есть Так и есть, радость моя Ты же не хочешь быть не как все? Я люблю только тех, у кого есть я О, мистер Обнимашка, ты такой глупыш Пожалуйста! Мистер Обнимашка, еще в магазинах, но почти распродан Субтитры сделал DimaTorzok Все это и Меган Вулл с группой молодых актеров Которые на себе испытали положительный эффект нового закона о капитале Мы посмотрим их выступления позже Не пропустите сегодня В вечерних новостях 30 секунд до эфира, введите сюда гостей скорее Пришлось сделать супер прочный Слишком много людей пыталось ее сжечь Спасибо, что пришли Я Джерин Спасибо, что позвали О, Алан Джеймс Вы читали мои книги? Если честно, отчаянно избегал Не груби Ты мне не босс Вот я именно, что он Внимание, 10 секунд Да твою мать Эфир через 5 4 3 2 В свете быстрого принятия закона о капитале Из-за воды В ней химикаты Они отравляют воду с соком внушения Поймите меня правильно Я не против перемен, но только если они разумны Если прогресс потеряет власть, потратив половину ВВП, чтобы разрушить инфраструктуру Это будет катастрофой Катастрофа в том, что у них получается Они хотели, чтобы мы сидели и обсуждали это Наше время подходит к концу Алан, вкратце, каким вы видите будущее? Все плохо, и все мы рабы в бездне анальной оккупации Ну еще бы, Кэти Мы на заре новой великой эпохи Перемены необходимы, но с осторожностью Нужно идти вперед, но без иллюзий Две совершенно разные картины будущего Алан Джеймс, Кэти Брайтман Спасибо, что пришли И далее Мы обсудим закон и порядок А Меган пообщается с теми, чью жизнь улучшил новый закон Не пропустите Сегодня В наших вечерних новостях Минута до эфира А ведь они не так уж и плохи Очень надеюсь, Джереми Сколько они тебе заплатили? Ой, заткнись ты уже, блять, Алан Я столько херни за всю свою жизнь не слышала И еще посмотрим, кто несет херню Алан, я могу все тебе объяснить Но вот понять за тебя никак Увы Вообще не понял Она о чем? Хм Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну и где он? В кремерке, наверное, бьется головой о стену Ладно, я справлюсь Уверена, он уже идет Это просто вступление У меня получится Не подведи Внимание все 10 секунд Добрый вечер, я Меган Уолф Крупно на Меган Камера 2 Через 5 4 3 Хм Добрый вечер Я Меган Уолф Сегодня в новостях культуры наши гости Поразительные молодые люди из колледжа Скричфорд Одни из первых, испытавшие положительное влияние закона о капитале Прогресс выиграл грант на показе пьесы Эй, дружба В наших местных средних школах Я говорю, хей Да! Боже, вот так Что ж, к счастью, этот выпуск сегодняшних вечерних новостей подошел к концу Присоединяйтесь к нам завтра, чтобы узнать самые свежие новости С вами был Джереми Дональдс Хорошего вам вечера И снято Ой, это было супер Что это была за херня? А думается, это искусство Мне думается, что у меня, конечно, член, но это не так Я тоже самое думаю про свою зарплату ДРУЖДЯ! Уберите уже этих мудаков из моей студии Ну что ж Спасибо за просмотр И мы увидимся в следующий раз До скорой встречи